Доброе утро! В Нижневартовске вновь состоялся собачий фестиваль «Гав-гав-шоу». О том, как все прошло, поговорим с руководителем клуба юных кинологов «Хочу собаку». С нами на прямой связи из Нижневартовска Оксана Криклина. Оксана, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну что, скажите... Вы как раз застали нас на окончании пробежки. Мы вчера настолько увлеклись каникросом, что решили сегодня с утра продолжить. Ну, да это же здорово! Я хотел бы внести ясность, увлеклись чем? Каникрос – это вид кинологического спорта, когда собака бежит впереди, а человек бежит вместе с ней. И они в паре, в команде преодолевают определенную дистанцию. Вот уже просвещаться начали. Уже неплохо, да. Скажите, четыроногие участники довольны тем, что происходило? Конечно! Дворец культуры «Октябрь» такой праздник организовывают ежегодно. И каждый год масштаб его растет все больше и больше. И как раз таки в этом году участникам этого праздника удалось познакомиться с видом спорта каникроса, которым я уже рассказала, и аджилити. Аджилити – это преодоление препятствий различных с собакой именно на скорость. Не просто попрыгали в барьер и проползли в тоннель, а именно сделали это очень-очень быстро вместе с человеком. Ну, то есть снаряды преодолевает собачка самостоятельно, а человек ей управляет на расстоянии. И действительно, вчера участники убедились, что это довольно сложно. А всего, Оксана, две дисциплины было на конкурсе? Вчера, да. Мы пока познакомились с двумя дисциплинами. Но я думаю, что мы каждый год будем добавлять и расширять кругозор наших собаководов-любителей. И со временем они захотят стать профессиональными спортсменами. Мы даже в этом не сомневаемся. Скажите, а много вообще желающих было? Много участников? Да, более 10 в каждой дисциплине было. Плюс те, которые регистрировались заранее. И те, которые мимо проходили, вдруг решили поучаствовать. И это было здорово. Одна участница до последнего решала думать или не думать участвовать в конкурсе МОД. И даже получила приз. Поэтому всегда нужно вовремя принимать хорошее решение. Конечно же, показ МОД – это не вид спорта, но он очень выглядел эффектно. И костюмы были потрясающие. А если говорить о породах собак, было какое-то многообразие или примерно одинаково все? Абсолютно было многообразие. И были и маленькие породы, и тойтерьеры, и пуделя маленькие приходили, и большие обчарки приходили, и акита-ино, и лабрадоры были. То есть абсолютно весь спектр, наверное, который у нас в городе есть, бывал на нашем празднике. Участники не конфликтовали между собой? Да, вот интересно. Ну, была у нас там одна красотка, которая хотела объяснить правила своего поведения, и чтобы ее зону не нарушали. Но конфликта не произошло. Просто мы сразу встали между двумя собачками, переключили их внимание на своих хозяев, и все закончилось замечательно. Никто не пострадал. Меры безопасности превыше всего. Скажите, Оксана, поскольку породы разные, крупность собак тоже, это каким-то образом влияло на победу? Мы правильно понимаем, что выбирались победители в этих двух дисциплинах? Кани Кросс победителем был каждый участник и каждая собака, потому что преодолеть препятствия именно в том правильном направлении, чтобы собачка не сошла с дистанции, это уже героический поступок, с учетом того, что люди, в принципе, даже вообще не знали, что это такое. Поэтому там призы получили все, и победителем стал каждый из участников. А пока зимот, там, конечно, у нас было жюри достопочтенное, и они уже выбирали различные номинации. Но без подарков не остался никто. Максимально старались наградить всех, и всем достались свои и призы, и номинации. А agility у нас пока была не соревновательная дисциплина, а больше, скажем так, ознакомительно пробная. Но участникам тоже очень понравилось, потому что инструктор к нам приезжал из Тюмени, Екатерина Калинина, она мастер спорта по данному виду спорта кинологическому, и очень щедро делилась своими знаниями, и это было очень здорово. Оксана, что дальше? Готовитесь к какому-то еще очередному фестивалю, конкурсу или что-то еще, или пока отдых? Идей много. Пока немножко отдохнем, наберемся силы, будем реализовывать. И это замечательно, и это правильно. Спасибо вам большое за беседу, вам хорошего дня. Спасибо, Оксана, до свидания. Спасибо, и вам тоже. До свидания.